Я хочу начать сегодняшнее служение с одного текста, это Бытие, 25 глава, 32 стих. Исаав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Вы знаете, человек, через которого, по идее, должен был появиться великий Божий народ. То есть человек, через которого должен был прийти спаситель для всего мира. И он задает такой вопрос, я сейчас умираю, а что мне в этом первородстве? Что мне от этого, если я сейчас умираю? Вы знаете, я вот посмотрел на него, ведь он не был в коме, он не был в реанимации. Ему не сказали врачи, что у тебя рак, онкология, ты умираешь. Ну правда? Он просто пришел с работы уставший, и жена не приготовила ему покушать. Ну так, я утрирую. Он просто пришел уставший, голодный, и он отказывается от своего первородства. Что мне в этом первородстве? Вы знаете, мы служители Божьей Церкви, служители, которых Бог призвал. Ни нас выставили из таких рва, из таких болот, из таких вонючих трясин. Смотришь, не узнать нас. Мы стали другими. И вначале мы, ну не все, но в большинстве, мы очень так ревностно дорожили этим первородством. Мы дорожили, что мы относимся к Божьему народу. Мы дорожили тем, что мы можем быть святыми. Мы дорожили тем, что мы можем Богу служить. И для нас это была честь. А потом в нашу жизнь пришел голод или усталость. Ну, я вот сейчас вспоминаю, мы начинали когда служить, это были 90-е годы. Вот там реально был голод. Вот честно вам скажу, так я такую фразу сейчас скажу, жрать было нечего. Вот были такие времена. И мы служили Богу. Я помню, у брата одного была макаронная фабрика, и он привозил нам мешок там некондиции макаронов. И мы ели эти макароны пареные, жареные, вареные, с маслом, без масла, с кетчупом, без кетчупа, с сахаром. И даже сырые, моченые, всякие. А сегодня мы живем с вами хорошо. Мы хорошо живем с вами. Мы нормально кушаем. Не говорите, что вы нормально не кушаете. Работа есть у нас. И мы говорим, вот я умираю. А что мне в этом первородстве? И мы как бы забыли простую истину, которую говорил Христос. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Потому что завтрашний день сам будет о себе заботиться. Он сам будет сам. Говоришь, как это сам? Сам. И твое дело делать Божье дело. А завтрашний день, то есть я понимаю, что Бог повелел завтрашнему дню уже о тебе позаботиться. Сегодня Вальдемар покупал себе пиджак. Пиджак стоил... Секрет можно, да? В бутик там мы зашли. Пиджак стоил 9 тысяч. На него была скидка. Его продавали за 4 с половиной. Как говорит, он уже 9 тысяч. Их только уже времен. И он еще в этом бутике сумел на 500 рублей сторговаться. То есть я ни разу... Ну, в Узбекистане на рынке можно поторговаться. Здесь как бы в бутике так у меня не получалось. Но он еще 500 рублей торганулся. Она отдала ему за 4 тысячи. Этот пиджак его здесь ждал. Они его продать не могли ни за 9, ни за 8, ни за 7, ни за 4 с половиной. Он ждал его. Он приехал, просто взял его, померил, гуд и пошел. Завтрашний день мы забыли это, друзья. Знаете, что я сегодня... Вот я слышал такую фразу. Вот уже в христианском мире она уже как анекдот. Мы поедем отдыхать в Сочи. А потом мы поедем отдыхать в Таиланд от Сочи. То есть мы поехали в Сочи отдыхать, там устали отдыхать. Теперь надо поехать в Таиланд, отдохнуть в Таиланд от того, что мы отдыхали в Сочи. Это же не шутка. Я вот реально такие вещи слышу. Наша жизнь стала какой-то... Вы знаете, мы в поисках... Как правильно бы сказать? Мы в поисках какого-то вот... Какой-то чечевичной похлебки. И знаете что? Вы встречаешь таких людей, которые оставляют служение. Они оставляют свое служение. Они не... Послушайте. Исаф не отказался от первородства. Нет. Он считал себя первородственным. Но он его продал. Просто продал. И продал. За что? За какую-то похлебку. Вот эта вот фраза, что есть? Вот а что пить? А во что одеться? Она постоянно нас преследует. И мы не слышим об этом проповеди, что Христос, он говорил, не думайте даже. Не то, что не говорите. Говорит, даже не думайте. А мы думаем. Мы смотрим, как другие живут. И мы бежим тоже вот за этими другими. Что это за ним... Ну, у него своя жизнь. У него своя жизнь. У тебя своя жизнь. У него... У него свой автомобиль. У тебя свой. У него свой... У тебя свое служение. И дорожи тем перворостом, который у тебя есть, который Бог тебе дал, который Он тебе доверил. Выбрось из головы, что есть, что пить, во что одеться. Выбрось. Не думай об этом. Ищите... Христос говорил, прежде Царство Божие. Правда Его. Дорогие жены, сестры, перестаньте своим мужьям варить чечевичную похлебку. Не делайте это. Это приведет вас к тому, чему привело Исава. Когда он пришел в себя, там написано в послании к евреям, он прибежал к отцу. Он пришел к своему отцу, упал на колени. И он со слезами просил, чтобы отец переменил свое, свой взгляд, свое отношение к нему, мысли переменил. И написано, что отец не переменил. И Исав не стал тем человеком, которым Бог хотел его увидеть. Вот этот вкус чечевичной похлебки, или не вкус, запах, запах горохового супа, он очень часто залетает в нашей церкви, в наше служение. И мы его чувствуем и соблазняемся. Пусть Господь нас благословит. Мы ценили тем, во что Бог нас погрузил. Он сказал, я вас никогда не оставлю. Никогда. Никогда не оставлю. Слава Господу. Давайте мы встанем, помолимся и братьям дадим возможность, чтобы они служили нам. Спасибо.